К нам присоединяется Галым Агилеов, правозащитник, президент общественного фонда Либерти. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Галым, хотели начать со случая, который произошел в Калужской области. Там убили двух граждан Казахстана, якобы подозреваемых в подготовке теракта. И вот в сообщении ФСБ российского от 7 марта говорится, что при задержании подозреваемые оказали вооруженное сопротивление. И в отчете ФСБ сказано, что погибшие это участники афганского крыла Международной организации «Исламское государство», которое признано террористически во многих странах мира. Через два дня после этого происшествия Комитет нацбезопасности Казахстана сообщил о начале досудебного расследования по факту гибели граждан в России. Подробностей в спецслужбе не приводят, но отмечают, что расследование ведется совместно с российской ФСБ. Есть какие-то новости на сегодняшний день? Как по-вашему, насколько правдивы эти обвинения в подготовке теракта? Ну, это вызывает большие сомнения, потому что в преддверии выборов, конечно, возможны манипуляции. И нужно было показать, что есть терроризм и что народ России должен объединиться на команде выборов вокруг Путина. И поэтому все средства хороши. На мой взгляд, раз нет никакой дополнительной информации, а просто говорить о двух гражданах Казахстана, которые были убиты, и что они террористы, то у нас больше никакой информации нет. И КНБ не сделало никаких заявлений. Хотя оно заявило, что вместе с ФСБ оно изучает и расследует это дело. Но это говорит о том, что, скорее всего, либо это подстроено, это манипуляция, и два гражданина оказались просто жертвами этих политических моментов, когда в преддверии выборов нужно было просто поднять рейтинг Путина. Но, возможно, что и есть, но почему-то ни КНБ, ни ФСБ больше не сделало никаких подробных информаций по вот этим двум гражданам Казахстана. Потому что мы посмотрели бы, продлили бы их и узнали бы более детальную информацию об этих людях. И более 100 организаций, о которых говорится, что она связана с Афганистаном, то на территории Казахстана никакой активности она не проявляет. И мы фактически здесь не можем говорить, что в Казахстане есть какой-то исламский радикализм. У нас фактически есть последние годы, а по большому счету не было никаких поводов для того, чтобы были какие-то проявления исламского радикализма. Поэтому говорить о том, что это имеет место быть на самом деле, как теоретический акт, то пока у нас вызывает очень большие сомнения. — Хотели обсудить еще одну острую тему с вами о том, что ракеты, которые испытывают на российском ракетном полигоне в Астраханской области, улетают в сторону Казахстана. Они падают в Боки-Йорде, в степи, где находится такой роскошный природный заказник. И вот новая газета «Европа» писала, что после испытаний ракеты полетят убивать украинцев. Но сначала их проверяют на казахах. Что российские ракеты сбрасывают топливо на земли заповедника. Что обломки ракет падают возле домов. Дети там рождаются с инвалидностью. Речь идет о полигоне Капустин-Яр. Скажите, сколько это уже продолжается? Как часто случается, что ракеты залетают на территорию Казахстана? Это продолжается уже десятилетия. Потому что Капустин-Яр всегда был испытательным полигоном для российских ракет. И те испытания, которые там проводились, они, как правило, падают именно вблизи, недалеко от мест жительства, жителей Западно-Казахстанской области, вот в Буфе-Ардинского района. И там, конечно, есть люди, которые рождаются с ограниченными возможностями. Это все благодаря, как говорят медики, как говорят создатели фильма, которые ездили и снимали эти фильмы. О том, что это все влияет на людей, которые рождаются с этими инвалидностями. И, более того, конечно, на протяжении десятилетий ставится вопрос о закрытии этого полигона. И Россия все время тоже проговаривала, что она будет закрывать российские полигоны на территории Казахстана. Но, так или иначе, есть активно действующие полигоны, где испытывают ракеты. И вот Капустин-Яр, это вот Сарашаган. Это, более того, у нас до сих пор функционирует Байконур. И те разговоры о том, что в Плесецке это все переводится, основная, вот как косметическая гавань российских кораблей. Но с Байконура все равно дипсил уничтожает окружающую среду. И экологически, и на людях это все сильно отражается. И поэтому говорить о том, что мы идем к независимости и в том числе освобождаемся от российских полигонов, то по факту это не так. Хотя какие-то действительно российские гарнизоны на территории Казахстана, полигоны, они сворачивают. Но основные действующие, где вот это все проходит испытание, они функционируют. И Капустин-Яр, он и на территории Астраханской области, и на территории Западно-Казахстанской области. Конечно, он очень вредит на экологию, на людей. И то, что потом это идет в Украину и там применяется, то это факт. То есть я правильно поняла, что и правозащитники, и экологи постоянно годами поднимают этот вопрос. Но вот от России что, пока только обещания? Да, совершенно верно. Потому что наши власти не хотят портить отношения. И они не делают каких-то жестких заявлений или не делают ноты протеста в отношении этих полигонов. Хотя давно об этом было проговорено властями Казахстана. И российская сторона говорила, что она пойдет в окружение. Но по факту действующие полигоны все равно существуют. Поэтому на территории Казахстана активно функционировали раньше семь полигонов. И сейчас часть этих полигонов, она работает. И она до сих пор функционирует. И действительно потом эти все ракеты, которые испытываются здесь, они потом испытываются уже в Украине. И страдаем и мы в Казахстане, и страдает украинское население, куда прилетят эти бомбы. Понятно, что предназначение этих ракет это убивать людей. Такой еще вопрос хотели с вами обсудить. Зарегистрированная в Казахстане компания помогала России обходить западные санкции. Вот это недавно опубликованные результаты расследования международного журналистского консорциума. И в материале говорится, что эта фирма, она участвовала в схеме поставки Москве оборудования. Там даже называлась сумма 6 миллионов долларов, которая потом использовалась для производства боевых дронов и другой военной техники. И происходило все это по так называемой схеме ложного транзита через Беларусь. Что вам известно об этом деле? И вообще, ну как часто выявляют такие схемы? И как можно закрыть вот все эти лазейки? Ну, во-первых, надо не наказывать отдельные фирмы, потому что время этих санкционных списков по отдельным компаниям, оно уходит. Нужно сейчас действовать более жестко и накладывать все-таки санкции уже на отдельные страны. Потому что в Казахстане по просьбе России был введен приказ 715, это в отношении, например, грузоперевозок. И по этим грузоперевозкам российские компании получали регистрацию в Казахстане. И белорусские компании, и они на основании этого могли уже пользоваться казахскими номерами. И ездить в Европу, ездить в другие страны, и закупаться, и от лица, как казахские компании регистрируют здесь, они могли получать любой товар и затем ввести это в Россию. И поэтому это очень большой момент, очень важный. И что России и Беларуси были сделаны большие преференции. Причем это сделано было за счет казахстанских грузоперевозчиков. Потому что у нас возможности для грузоперевозок сократились, а у россиян, наоборот, идет рост. И они под видом уже казахскими номерами завозят все это на территорию России. Более того, китайская продукция территории Китая, она идет через Харгос в Россию. И тоже здесь это и грузоперевозки, это и ЖД, железнодорожный транспорт. И поэтому здесь надо действовать просто более жестко и делать уже накладывать танцы на страновые, на территории тех стран, которые не запрещают потворство, фактически России закупать вот эти оборудования. Еще одна тема. Буквально неделю назад российские СМИ написали, что Казахстан может подключиться к оказанию военной помощи Украине. Что якобы идут переговоры о закупке военной продукции в Казахстане, что это украинская государственная компания Укрспецэкспорт начала эти переговоры. И отмечается, что Украине могут передать российские комплектующие к парашютно-тормозным системам для Су-24, МиГ-29 для самолетов. Минобороны Казахстана опровергла факт этих переговоров. Официальный Киев эту информацию оставил без комментариев. Но, тем не менее, насколько вообще возможно, что Казахстан будет оказывать Украине военную помощь? Это на уровне Министерства обороны, на уровне президентов, которые должны пролонгировать все эти договора. Если это есть, то это хорошо. Но мне кажется, что со стороны Казахстана это все идет как игра, достаточно активная игра, когда говорится о паритете, якобы, что мы активно взаимодействуем за счет многовекторной политики и с Украиной, и с Россией, и с другими странами. Но по факту самые большие месторождения, самые большие денежные по строительству, по многомиллиардной сумме отдаются в России. То есть получается, что Казахстан вынужден отдавать из своего бюджета огромные суммы денег на поддержание России, которая может эти деньги использовать против Украины. И здесь очень важно тоже проследить, как эти деньги функционируют, как они работают. И то же самое мы видели очень много примеров, когда российские банки приходят в Казахстан, российские компании открываются в Казахстане, товарооборот между Казахстаном и Россией растет. И это все, конечно, и делается в военное время за счет того, что продавливается вот наше собственное проекте, которое следует не интересам самого Казахстана, народа Казахстана, а больше интересам России. И мы это чувствуем, мы это видим. Мы видим, что основные месторождения и суверенитет Казахстана экономический, он сокращается в пользу России. Ну и по поводу событий в Казахстане, то, что происходит, хотел уточнить, увидел в международных СМИ сообщение, что в Казахстане идет кампания по дерусификации, что вот анонсировано было переименование ряда русскоязычных названий железнодорожных станций, собираются советские названия областей, заменить на исторические, переименовать города. Будет алфавит с кириллицы переведен на латиницу. Как это продвигаются эти инициативы и как люди реагируют на них? Ну, дело в том, что это в плане декларирования, это проговаривание, конечно, это все есть, оно присутствует. И действительно, казахский язык, он развивается, и он активно сейчас распространяется в городах. И школьная программа меняется в пользу казахского как родного языка. Но говорить о том, что мы прямо сейчас переходим на латиницу, да, у нас появились там объявления названия компании, названия госучреждений на латинском языке. Да, у нас есть латиница и в других местах, но все равно нельзя сказать, что это сейчас прямо набирает обороты. Поэтому, с другой стороны, такая, он же заявлял о том, что давайте сделаем год развития русского языка в Казахстане. Хотя, куда уже больше, русский язык, он как язык, как считалось у нас тогда международное общение, он и так имел даже преимущество перед государственным языком. И до сих пор в городах это сохраняется. И поэтому говорить о том, что сейчас русский язык сокращается, его вариант, да, отчасти сокращается. Да, казахский язык набирает обороты. Да, сейчас больше людей, особенно у нас молодежь, основная часть населения страны сейчас, население в Дубльске и Диле, и они уже большую часть у казаха изучены. Да, и казахский язык становится языком города. Да, но этот процесс все равно идет постепенно. Ну, главное, что он идет. Есть хорошие примеры, в том числе и в Украине, как избавляться от всего, что принес русский мир. Спасибо вам большое, Галым, что нашли время присоединиться к нашему эфирю. Галым Могилеев, правозащитник, президент общественного фонда Либерти, был на связи с каналом Freedom. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok